МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 мая 2014 года. Тысячи студентов, учащихся колледжей и лицеев, воспитанников детских садов, преподавателей, сотрудников ДГТУ, ростовчан собрались на площади Гагарина, чтобы массовым исполнением песни «День Победы» отдать дань памяти и бесконечной благодарности героям Великой Отечественной войны, живым и павшим в боях за Родину. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идея организовать в преддверии Дня Победы такое важное и беспрецедентное мероприятие принадлежит студентам ДГТУ. Вместе с многотысячным хором легендарную песню исполнили губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Николаевич Гурба, ректор ДГТУ Биссарион Чухоевич Месхи, ветераны войны и труда. Одна из главных песен страны, победившей фашизм, песня Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» уже 39 лет звучит в этот светлый праздник со слезами на глазах. А сегодняшнее исполнение по своей массовости вошло в Книгу рекордов России. ДГТУ установил еще один рекорд. Главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов объявил результаты электронного подсчета исполнивших песню. Самое массовое исполнение патриотической песни 9584 человека подтверждает факт занесения достижения в Книгу рекордов в России, выступая свидетельством общенационального и мирового признания. Я поздравляю вас! Мы отдаем дань уважения и памяти нашему великому поколению победителей. Да, их становится все меньше и меньше. 8 тысяч человек сегодня проживают в Ростовской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны. 40 тысяч участники Трудового фронта. И мы с вами счастливое поколение, потому что можем от них напрямую узнать, что такое война, что такое фашистская чума. Мы должны сделать все, чтобы передать память об этом подвиге всем будущим поколениям. Поколению победителей! Ура! И пусть все знают, что мы все равно, все, что не случилось вокруг нас, мы победим, потому что мы вот вместе. День победы! День победы!